Куда идешь в России или Каму Гридеши? Над прошлым и будущим России сегодня размышляли в Большой студии Ориен ТВ на презентации книги публицистов Олега Наумова. Книга так и называется «Каму Гридеши России» об авторском взгляде на историю и книги, вызвавшей неоднозначную оценку. Далее. Каму Гридеши. Куда идешь? Вопрос, заданный апостолом Павлом Христу на Тайной Вечере. Сегодня им задаются все, кто задумывается над судьбой и историческом пути России. Результаты размышлений видных историков, экспертов, ученых воплотились в книги публициста Олега Наумова. За ее основу взяты выпуски программы «Диалог» и фильма «Каму Гридеши России». Мы страна с очень архаичным самосознанием, с традиционалистскими установками. Сегодня Олег Наумов признается, что соавтором книги стала сама жизнь и ситуация в стране. Идея написания, уже третьей по счету книги, возникла не так давно. Я думаю, года полтора назад, когда стало очевидно, что власть наша верховная ведет дело к тому, чтобы ввести какую-то единую государственную идеологию, изменить Конституцию, к чему она сейчас семимильными шагами просто-напросто приближается. И я очень хотела дать какой-то ответ о том, что Россия родилась не сегодня и не вчера, что Россия – это европейская страна с европейской культурой, что все наши успехи, которых мы добивались, могущество страны и жизнь населения хорошая, связаны с тем, когда мы следовали европейской традиции. С тех пор десятки выпусков программ, встречи, размышлений над тем, почему над Россией опять ставят эксперименты, разыскивая свой особый путь развития. Историческими фактами автор пытается доказать, что подобные поиски всегда приводили государство к разорению и краху. Как у нас сейчас происходит? Для того, чтобы убедить в обратном, что Россия должна какой-то свой путь там выбирать, из какого-то соединения части советских вещей, а части еще древолюционных, и вот такого нового пути, типа путинизма. Чтобы убить в этом работает огромная пропагандистская машина. Но даже несмотря на всю свою, пусть неформатную в наше время, но четкую точку зрения, автор не навязывает свое мнение, считают те, кто успел уже познакомиться с Камо Гридеши. Можно не соглашаться с автором. И это прекрасно, кстати, всегда. Потому что несогласие предполагает спор. Спор предполагает движение мыслей и, соответственно, развитие. И именно поэтому я не могу сказать, что там нет ни одной претензии на истину в последней инстанции. Вот у людей, у которых есть интерес, и у которых происходит формирование системы взглядов, мировоззренческих, то, что мы называем убеждением, вот для них она необходима в первую очередь. Поэтому я считаю, что это должно поступать. Пусть ребята читают, пусть они пытаются разобраться, пусть они спорят, не соглашаются. Тираж книги Камо Гридеши России – тысячи экземпляров. Она появится на прилавках Москвы и даже Германии. Сегодня от преподавателей исторического факультета поступили предложения о ее использовании в библиотечном фонде ОГПУ. Татьяна Ленкова, Сергей Завалишин, Норин ТВ.